Переходим к следующей части видеообзора программы Website Auditor, в которой я расскажу про обновление факторов страниц. Для обновления факторов страниц есть несколько способов. В некоторых колонках при наведении на адрес страницы, например, вот колонка уровень оптимизации, можно нажать на иконку обновления, указать, например, нужные поисковые запросы, поисковую систему и нажать кнопку завершить. И, как мы увидим, в левой части у нас будет прогресс бар, так сказать, ну то есть будет показываться процесс обновления данного фактора. Прошло меньше минуты и программа нам завершила работу над обновлением данного фактора и мы переброшены в пункт анализ контента аудит страницы. И здесь мы видим наше ключевое слово плагины WordPress и затем уровень оптимизации страницы показывается 94% из 100 возможных. То есть у нас зеленым отмечены все пункты, которые полностью удовлетворяют. То есть наличие ключевого слова в заголовке, там метаописаний, ключевых словах и так далее. Также можно увидеть, что на данной странице 16 пустых атрибутов alt-тега image, то есть пустых описаний картинок. И здесь можно перейти во вкладку технические факторы и тоже увидеть подробную информацию по данной странице. Например, что есть несжатые изображения, несжатые элементы, элементы JavaScript, блокирующие рендеринг страницы в верхней части и так далее. То есть те моменты, которые могут мешать эффективному продвижению данной странички. Второй способ обновления факторов страниц, это перейти в структуру сайта и допустим нажать кнопку пересобрать и у нас будут обновлены данные для всего сайта. Я сейчас это включать не буду, мы по сути повторим то, что мы начинали при создании проекта. И еще один способ, можно выбрать допустим зажав Ctrl клавишу и можно выбрать обновить страницы и дальше уже выбрать допустим те пункты, которые вам нужны для обновления вот этих 5 страниц. Можно выбранные страницы, все страницы в таблице или все страницы в проекте выбрать. Допустим хотите трафик обновить, хотите авторитетность страницы, вот InLinkRank, популярность страницы в соцсетях. То есть выбираете те моменты, которые вас интересуют и нажимаете ОК. И здесь вы видите слева, как у вас процесс идет, данные довольно шустро собираются и сейчас они будут обновлены. Итак данные у нас обновились и мы их можем увидеть на тех вкладках, в тех колонках, которые мы с вами задали. То есть если у нас какие-то внутренние факторы, то тут по тегу title будет и так далее. Если допустим по социальным сетям, то у нас будет естественно в колонках по соцсигналам. Если по InLinkRank, то соответственно в колонке InLinkRank данные будут обновлены. Таким образом можно вот этими несколькими способами обновлять параметры тех страниц, которые вас интересуют. Также существует дополнительный способ обновления факторов страниц. Это когда вы, допустим, выбираете какую-либо страницу, нажимаете на ней правой мышкой и выбираете пункт Обновить страницу. Вы также выходите в то же самое меню, где у нас идут вот эти блоки параметров. Выбираете подходящие и затем уже нажимаете кнопку Обновить. И таким образом вы обновляете параметры нужной вам страницы. Также следует учесть, что когда вы обновляете страницу и переходите вот в эти блоки с параметрами, то у некоторых блоков есть дополнительные настройки. Например, мы в популярности в социальных сетях, если кликаем на иконку шестеренки, то мы можем увидеть, что здесь у нас можно отметить дополнительно Twitter, а допустим, LinkedIn и Pinterest отключить. Или, допустим, авторитетность страницы. Здесь можно также обновлять еще PA и DA, то есть авторитетность страницы и авторитетность домена по сервису Moz, то есть Page Authority и Domain Authority. Таким образом, через вот эти дополнительные настройки можно задать больше параметров, которые вас интересуют. Спасибо за внимание. Жду вас в следующей части обзора.